Олег Жданов сейчас с нами на связи, украинский военный эксперт, с ним мы будем обсуждать вот этого человека Суровикина. Олег, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте, по кличке Мясник. Да, Мясник. Боже, да как не называли, да? Из Алеппо. Вот интересно, генерал-дилетант, генерал Армагеддон, Мясник, я бы его немножко по-другому назвал, но не могу говорить такие вещи в прямом эфире телеканала Freedom. Если говорить, ну да, ну а как еще человека назвать после его действий по отношению к Алеппо, абсолютно согласна. Спасибо большое. Как бы вы его назвали, как военный эксперт, ну то есть исходя из опыта, который уже мы видим, который есть у Суровикина, то, что он уже сделал. Армагеддон это, не знаю, наверное, это добавляет ему каких-то внутренних таких сил для работы. Я думаю, такие люди, они, наоборот, гордятся подобными званиями. Мясник, генерал Армагеддон, как бы вы его назвали? С точки зрения, если отбросить все сентименты, то с точки зрения военной действительно прозвище Мясник подходит больше всего. Почему? Потому что он использует гражданское население в качестве, точнее он превращает гражданское население в пушечное мясо. И таким образом пытается добиться победы, понимая, что военным путем эту победу достичь невозможно. Скажите, я сейчас этот вопрос, понятно, что сейчас нет смысла возвращаться в прошлое, но вот почему, как вы считаете, Суровикин не сразу был назначен на эту должность? Как вы считаете, почему не с 24 февраля? Смотрите, дело в том, что вообще впервые за все время военной кампании, с 24 февраля, впервые официально оглашен руководитель специальной военной операции. Вспомните, до этого мы с вами ломали копья и никак не могли понять, кто же командует. А командовал Путин. Почему? Потому что операция шла по плану, как говорил и сам Путин. То есть, когда операция носила победоносный характер, захвата земель и приближение, хоть медленно, но приближение победы, все ниточки сходились к Путину. И лавровый венок победителя должен был одеть на голову себе Путин. Или на грудь, куда он его одел. Хотел бы одеть. А когда сейчас, я так думаю, что в Кремле наконец-то начали реально понимать, что война проиграна. Причем уже есть, ну я бы назвал ее фрондой генеральской в генштабе Российской Федерации, которые уже в открытую говорят, что вооруженные силы Российской Федерации на сегодняшний день потеряли наступательную способность, а завтра могут потерять и оборонительную способность. Поэтому назван тот, кто командует специальной военной операцией. И если она провалится, а все идет именно к этому, то Путин здесь ни при чем. Это вот генерал Суровикин не справился. Герой России, надо лишать званий, погонность срывать и все что угодно. Но Путин ни при чем. Стало известно о том, что Суровикин назначен командующей российской группировкой силы в Украине. Многие издания, в том числе и российские оппозиционные, вот Медуза написали, как бы сделали такой портрет, да, характеристику такой портрета, его, как он может действовать. И говорили о том, что все-таки он есть сторонником массовых ракетных ударов по украинской инфраструктуре. И в том числе акцентировали внимание, что это могут быть гражданские объекты. И вчерашние массовые такие ракетные обстрелы со стороны Российской Федерации всей Украины, да, и сегодняшнее продолжение, утренние события. Вы связываете все-таки с тем, что Суровикин стал новым командующим войсками Российской Федерации в Украине? Думаю, что да. Он получил полномочия, и поэтому он может использовать все свои полномочия для достижения цели. Тем более, что это как бы вступление в должность, он должен показать свою визитную карточку. А какая у него карточка? Он с этого всегда начинал. Вспомните, когда он был назначен командующим группы армии Юг в Мариуполе, что стало происходить? В Мариуполе применили ФАП-3000, тяжелые авиационные бомбы, и применяли их кто? Стратегические бомбардировщики. В Мариуполе начали в открытую, среди бела дня, применять зажигательные боеприпасы к системам ГРАД, торнадо. Так что он, когда был в Сирии, он предложил просто стереть лица земли Алеппо, и мы помним, что из Алеппо ушли мирные жители и ополчение. Они просто ушли из города. Русские входили в пустой город. Цхинвал, когда они не смогли в первые двое суток взять, он же предложил просто стереть его с лица земли. Что и было сделано. Так что это его почерк, и он пытается этим... Я скажу так, что ракетная активность по наличию ракет будет продолжаться. Столько, сколько у них хватит сил и возможностей. Вы имеете в виду, как 10 октября, то есть такая же активность, больше 80 ракет? Нет, такое, как 10 октября, я думаю, что вряд ли, потому что, по данным нашей разведки, они готовили больше месяца эту операцию. То есть они собирали ракеты со всех уголков. Проскочила информация в экспертной среде, что Суровикин, используя свои полномочия, дал команду распечатать неприкосновенный запас ракет. Но, как бы я не сторонник этому верить, потому что на сегодняшний день даже американская разведка или британская разведка не могут точно сказать, каково же количество ракет в Российской Федерации. Почему? Потому что большинство хранилищ находится за Уралом, а территория за Уралом не попадала ни под один договор. Я имею в виду типа договора об обычных вооружениях в Европе, который бы дал возможность верифицировать наличие этих ракет. В разведках, в том числе британской, говорят о том, что назначение Суровикина демонстрирует попытки российского силового блока повысить эффективность боевых действий. Но, исходя из ваших слов, сейчас начитался биографии господина Суровикина. Ох, интересная биография. Прекрасная биография у этого человека. Если что, кому-то интересно. Начиная с августа 91-го года. Да, кстати, благодарим вас. С событиями в Москве. Да, да. Три человека, которые были задавлены. Которые позже Ельциным были. Кто руководил батальоном? Просто посмотрите, кто поинтересуется. В общем, человек интересный, скажем так. И вы знаете, просто то, что вы сейчас говорите, оно не вяжется якобы с целью российского силового блока. Целью назначения Суровикина – это повышение боевой эффективности. Вчера били ракетами по территории, ну, например, возьмем только Киев. Исключительно Киев. Да, были удары по критической инфраструктуре, но были удары, в том числе, например, возле так называемого стеклянного моста. Стеклянный мост – это не критическая инфраструктура. А по стеклянному мосту, на мой взгляд, никто не бил. Били по вот этому узвозу. Дело в том, что это транспортная развязка. Если бы ракета попала в дорожное полотно, жертв было бы намного больше. Это точно так же, как били по перекрестку Владимирской и бульвара Шевченко. Тоже. Это там пропагандисты потом сказали, российские, что попали в здание Верховной Рады, только они на сто лет ошиблись. Там Верховная Рада была ровно сто лет назад, в 1917 году. Они четко били по транспортной инфраструктуре Киева. Это же не про боевую эффективность. Это просто про какой-то... Так, смотрите. Нет-нет. Все совпадает очень... Все очень хорошо совпадает. Через убийство гражданских и разрушение инфраструктуры вызвать панику и хаос среди населения, чтобы население согласилось на мир любой ценой. Вот вам это... А эскалации на фронте на сегодняшний день это физически невозможно. Нечем эскалировать. Вот в чем проблема. Мы медленно, но уверенно... Да, темпы сейчас немножко снизились. И на Херсонщине, и на Луганщине. Но, тем не менее, мы упорно идем вперед. Мы продолжаем освобождение своих территорий. И это критически для Российской Федерации. Для Российской Федерации сегодня главная политическая задача посадить нас за стол переговоров. Прекратить огонь. Прекращение огня даст возможность России не проиграть эту войну. Как я понимаю, тем не менее, будут продолжать и ракетные удары, в том числе. Абсолютно правильно. Смысла в этом на самом деле не так много. Это ва-банк. Практически. Остается только один козырь в рукаве. Это ядерное оружие. Но мы видим реакцию всего коллективного Запада. Я думаю, даже страны Западной Европы, которые все равно собираются и пытаются с Эрдоганом обсуждать вариант переговоров об Украине без Украины. То, что предлагал Раджеп Эрдоган. Даже они вряд ли согласятся на еще один Чернобыль в центре европейского континента. Подобную тактику, то, что месяц российская армия готовилась к подобному массированному удару, мне почему-то это напоминает тактику интенсивного ведения боя в любом боевом искусстве. Мой тай, к примеру. Ты набираешься сил, ты отходишь от противника постепенно, не пропускаешь удары, но уклоняешься, но находишь момент высокого, очень частого нанесения ударов. Потом для восстановления более-менее хотя бы дыхания. Тебе нужно чуть-чуть отдохнуть, меньше минуты, например. Потом вновь ряд ударов по корпусу противника, либо же по голове противника. И похоже ли это будет на будущую тактику российской армии? Что, к примеру, месяц подготовки, день-два массированных ударов, потом опять месяц, условно сейчас говорю, продолжение вот таких вот иногда велотекущих боевых действий, иногда активных боевых действий в некоторых городах. Как к примеру, удары, к сожалению, по Запорожью. Либо же вот будет на высоком уровне вот этот поддерживаться. Ну, до момента пока не скажут, что Суровикину скажите, ну извините, у нас уже нет ракет. В таком количестве, в каком вы хотите. Думаю, что последний вариант, который вы сказали. Они будут мастерально... Почему я говорю, что я предполагаю, что это все-таки поход в Абанк? Потому что через месяц может быть поздно. Через месяц линия фронта может проходить совсем в другом месте. И явно не в пользу вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому вот они взяли темп, и они будут, сколько хватит сил, они будут стараться его держать. Почему? Потому что завтра там соберется G7, послезавтра соберется Рамштайн, и после этого уже будет бесполезно, а еще раз месяц готовится к такому массированному удару. Я не исключаю, что они могут его повторить, судя по тому, что ракеты там еще за Уралом, скорее всего, есть, остались. Но, тем не менее, политический момент может быть упущен. Вот в чем дело. Кстати, завтра Реджи Пардоган встречается с Путиным, по-моему, в Анкаре, если я не ошибаюсь. И вот именно там он будет ему объяснять расклад, тот, что он привезет из Европы. Что там ему сказали Макрон, Шольц, Драге и австрийский премьер, с которыми они пытались обговорить ситуацию по Украине без Украины. Да, завтра должна произойти эта встреча, мы будем следить. Также, дорогие друзья, напоминаю о том, что сейчас вот это экстренное заседание Лиги Росторан Большой Семерки, тоже уже оно стартовало. Я возвращаюсь к Суровикину. Также собираем, как журналисты, информацию, как описывают его возможные дальнейшие действия и российские издания. Вот Комсомольская правда написала и утверждает, что кроме прозвища, которое мы вспоминали, генерала Армагеддон, его так называют за умение действовать нестандартно и жестоко. Жестоко, да. Мы видим это. Это по его действиям были понятны и в других странах, где велись так называемые специальные военные операции. Если мы говорим про нестандартность, Олег, если мы берем с точки зрения военной, неужели вчерашние даже события, которые происходили, и массированный такой ракетный обстрел мы можем назвать нестандартными действиями. На самом же деле, Главное управление разведки говорило о том, что это будет происходить. О том, что будут ракетные обстрелы, да, возможно, не такие массированные, как это было вчера, и когда одновременно за несколько часов полетели ракеты по всей территории Украины. Ну, разве мы можем назвать это нестандартным ходом? Нет, это уже нестандартным ходом нельзя назвать. Но дело в том, что здесь у него нету поля для маневра. Вот в чем дело. И это поле, фактически, вооруженные силы Российской Федерации, сегодня мы загоняем их, мы будем так говорить, в жесткий коридор и выставляем красные флажки. Сегодня мы диктуем ситуацию на поле боя. Как бы кто ни говорил, но сегодня вооруженные силы Украины доминируют на большинстве оперативных направлениях. Поэтому поле для маневра российского военного руководства, оно фактически сведено к минимуму. И да, они будут применять вот такие вот, я бы сказал, это больше неожиданная мера и то, неожиданная для кого? Для нас с вами. А разведка, вы абсолютно правы, разведка об этом знала. И удар, кстати, разведка говорит, готовился на 2-3 октября. Почему, что пошло не так и почему они перенесли, ну, сказать очень трудно. Может быть, ждали казус Белли, ждали повод. И этим поводом они сделали атаку на Крымский мост. Не украинскую. Еще раз напоминаем, Дмитрий Белли. Да, кстати, не нашу атаку. И, кстати, видимо, срок удара мог быть перенесен, потому что они знали, что будет провокация с Крымским мостом. И я, например, связываю Крымский мост с Министерством обороны. И Министерство же обороны организовывало вот этот массированный ракетный удар по территории Украины. Еще один аспект. Вы знаете, очень часто можно от ваших коллег услышать такое мнение, что господин Путин прекрасно помнит судьбу генерала Лебедя. Прекрасно. Именно поэтому такой человек, как Шойгу, возглавляет Министерство обороны. Абсолютно невнятный. По-другому не скажешь. Вялый, неинтересный. Без амбиции стать на самом деле лидером. Ну, по крайней мере, об этом не скажешь, смотря интервью господина Шойгу кремлевским пропагандистам, его выступления и заявления. Но вчера, по-моему, Кадыров, кефир, ичкирийского народа, по-другому не назовешь, он сказал, вот теперь я на 100% удовлетворен специальной военной операцией, комментируя удары российской армии по Киеву. А вам не кажется, что очень скоро Суровикин получит огромную, ну, по крайней мере, популярность среди российского населения? И вскоре это может стать проблемой для того же Путина. Получая популярность, у него появится голос Суровикина. И где-то можно сказать, слушайте, Владимир Владимирович, это неправильно, надо делать так, как я придумал, а не так хотите вы. Вполне возможно. Любое проявление таланта или любое какое-то яркое выступление действительно может Путину повредить. Ведь он сегодня заложник пропагандистской машины, которую он сам создал. Сегодня пропаганда рулит Россией, не Путин рулит Россией. Пропаганда определяет следующие шаги политической власти. И, кстати, именно из-за этого Путин не может поменять Шойгу и Герасимова на этом посту. Потому что тем самым он распишется в проигрыше в войне и признает, что его вертикаль власти не в состоянии управлять страной. Тем более, особенно проигрывая войну. Но популярность, да, если сейчас блогеры, вот эти ультраправые или националисты российские раскрутят Суровикина как великого полководца, который вот фактически вот-вот сломает хребет Украине, то да, действительно для Путина это может быть проблема. Хотя я думаю, что все равно все решает рядовой пехоты. Вот где станет нога нашего пехотинца, там и будет, так и будет определяться положение на фронтах. И если мы будем идти вперед и освобождать нашу территорию, то, поверьте, этот ракетный удар очень быстро уйдет в небытие. Еще один аспект, Олег, хотели с вами обговорить, не касается он, хотя нет, наверное, напрямую касается господина Суровикина. Это сегодняшнее собрание государства группы Семи, J7 так называемая. Я хочу, чтобы мы обратили внимание сейчас на издание Bloomberg, которое написало о том, да, спасибо большое коллеге, написали, собственно, о встрече. J7, да только журналисты пишут о том, что никаких конкретных решений не было вынесено. Я напомню, что Украина обращалась к государствам группы Семи, в том числе, с предложением о все-таки признании Российской Федерации государством спонсором терроризма. В том числе, о увеличении вооружения поставок для Украины. Но можно ли сказать, что заседание J7 было разочаровывающее? Думаю, что да. Думаю, что у нас ожидания были намного больше, чем то, что вы сейчас озвучили. Именно государство спонсор терроризма. Почему? Потому что это фактически обваливало бы экономику Российской Федерации буквально в недельный срок. Но, видите, деньги побеждают. Долгосрочные контракты, которые действуют с Российской Федерацией, видимо, очень выгодны. И, кстати, та же Европа до сих пор получает энергоносители с Российской Федерацией именно этим же долгосрочным контрактом. Так что, к сожалению, да. Ну, тогда будем надеяться, у нас остается еще один луч надежды, это Рамштайн. Что там все-таки подвижки будут в плане поставок вооружений и увеличения их объемов и уменьшения их сроков. Знаете, такого нельзя сказать о неэффективности. В том числе НАТО. Йенс Толтенберг заявил о том, что будет проводиться научение по ядерному сдерживанию уже на следующей неделе. Также ваш месседж хочется услышать о том, что это такой привет господину Путину. О том, что ты там, Вова, прекращай играть со своими ядерными кнопками. Ну, учение это всегда демонстрация силы и намерений. Поэтому, видимо, в НАТО решили, я думаю, что очень правильное решение в том плане, что разговоры разговорами. А вот, допустим, поднять стратегические бомбардировщики и сымитировать атаку. Кстати, как это было на Сибриз-2020, когда Б-52 в акватории Черного моря имитировали атаку на полуостров Крым. А может быть и дальше. Мы знаем только из официального пресс-релиза. Когда конвертопланы летали по всей территории Украины и посетили самые там шесть крупных городов. А конвертопланы – это высадка десанта. Так что учение, на мой взгляд, это очень хорошая вещь. А еще, если они будут с боевыми пусками ракет в обычном снаряжении, допустим, куда-нибудь в акваторию Северного Ледовитого океана, возможно, даже через территорию Российской Федерации. Олег, благодарим вас за участие в нашем эфире. До встречи. Обязательно увидимся. Олег Ждуанов, военный эксперт, был с нами на связи.